Сентябрь богат на события. Вот, к примеру, Кубок России и Дальнего Востока по волейболу среди молодежных составов команд Суперлиги пройдет в столице Югры. Кто пожалует в город на Семи Холмах, узнаем у директора Игра Мегаспорта Валерия Михайловича Радченко. Валерий Михайлович, доброе утро. Доброе утро. Вот и лето прошло. Вот и лето прошло. Все начинается. Да, и снова здравствуйте. Я бы вначале хотел поздравить наших спортсменов, Светлану Слепцову, Никиту Поршневу, Кристину Ристову и Алексея Волкова за завоевание звания чемпионата мира. Да. При этом в биатлону и хотел бы сказать, что пять специалистов в Югре Мегаспорта участвовало в чемпионате мира и возглавляет их из службы к службе безопасности, главный секретарь, служба кредитации, транспортную логистику. В том числе и мы там были, сыграли все еще губкины, директора департамента. Провели совещание, потому что биатлон возвращается в Фанты-Мансийск в марте месяце. Что радостно очень. Очень радостно. Поэтому этап пройдет совмещенно с УАТом. То есть три гонки там, три у нас. Поэтому провели совещание с руководством АйБИ и с руководством СБР по техническим вопросам, по обеспечению. Поэтому как бы так, теперь вернемся к волейболу. Да, но сначала тоже с грустной ноткой про Светлану Слепцову. Жалко, что спортсменка завершила карьеру. Но! 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 Мы все равно рады за нее. Да, всему свое время. Итак, да, вернемся к волейболу. Итак, Кубок Дальнего Востока. Ну, хотелось бы сказать, что мы буквально полтора месяца назад получили предложение от Всероссийской Федерации волейбола о проведении двух соревнований на территории игры. Это Кубок России среди взрослых команд Нижневартовский, который сейчас проходит с 27-го числа и 3-го он заканчивается. 4-го день отъезда и уже 5-го. Другие соревнования среди молодежных команд, которые пройдут в Фанты-Мансийске. Поэтому наши специалисты работают сейчас в Нижневартовске. И мы ведем подготовку непосредственно здесь, в Ханты-Мансийске. Соревнования пройдут в Центре развития теннисного спорта. С 4-го числа день приезда, 5-го открытие соревнований и 9-го закрытие. Прибудут команды Локомотив Новосибирск, Узбас, Кемерово, Звезда, Югры, Сургут, Факел, Новый Уренго, Юниверситет, Нижневартовск. Ну, это команды, пусть и молодежные, но это суперлига. Конечно. Это топовое. Значит ли, что состязания будут захватывающие? То есть игроки приедут на уровни? Мне кажется, любые соревнования захватывающие, начиная с детей, с трехлетних. Поэтому вопрос в том, что некоторые же игроки, кто-то и попадает в основной состав Суперлиги, кто-то выходит после травмы, кто-то по разным. То есть это может быть и игроки основного состава, который непосредственно набирает форму в ходе этих соревнований для включения в основной состав Суперлиги. Поэтому соревнования, я думаю, будут очень интересны. И приглашаем всех на открытие, которое пройдет 5 сентября в 17.45 и 9.00, сразу после окончания игр. Но мы рассчитываем где-то на 19.30.20.00. Вход бесплатный. Что опять же не может радовать. У нас уже побыл технический делегат Федерации волейбола. И хотел бы сказать большое спасибо в том числе и директору ИКИОР Владимиру Алексеевичу Малышкину, который добавил кое-что из моих части. Потому что соревнования достаточно большого уровня. Мы же все-таки проводим соревнования окружного масштаба. И волейбол у нас впервые такого уровня. Поэтому мы готовы. Поэтому мы прошли инспекцию. Да, Валерий Михайлович, вот к этому вопросу и хотелось бы вернуться. Волейбол у нас впервые. Но почему для таких достаточно серьезных соревнований площадку именно выбрали вот у нас в Югре? Благодаря чему? Благодаря тому, что наш губернатор Александр Владимирович Комаров всегда откликается на предложение Всероссийской Федерации проведения соревнований в Югре. И учитывая опыт проведения соревнований, на самом деле, независимо от того вида спорта, есть какие-то нюансы в проведении, но на самом деле подготовка вся и работа исполнительной дирекции оргкомитета, она все равно примерно одинаковая. Включая транспортную логистику, обеспечение безопасности, медицинское обеспечение. Спортивные объекты позволяют. Они включены все в рейсы Министерства спорта. Поэтому у нас нет проблем с этим. Но значит ли это, что мы можем стать еще и не только биатлонной столицей, но и волейбольной столицей? Ну, я думаю, что биатлон мы не изменим. Поэтому я думаю, что мы оставим себе биатлонной столицы. Хорошо, но возможно мы еще станем столицей, где все побегут. Побегут дружно, побегут массово, побегут в сторону, допустим, леса. Я сейчас говорю, конечно, про соревнования, про народные мероприятия, это кросс-нации. Я думаю, что 16-го числа побегут все, а Россия, в том числе и Югра. Ну, соревнования традиционно пройдут у нас в Матомасийске в Центре земельных видов спорта. Вообще пройдет соревнование в 17 муниципальных образований. В том году приняло участие около 13 тысяч человек. Мы сейчас планируем выйти где-то на 14,5 тысяч. Спортивные забеги пройдут в дистанциях 1,5 км, 2,5 км, 3,5 км в 11 часов. Массовые забеги пройдут в 13.00 в Центре земельных видов спорта. То есть весь день. А Валерий Михайлович, а когда можно подавать заявки участникам? Заявки принимаются уже сейчас. Уже сейчас? Да, 13.00-14.00 заявки можно будет заполнить лично на Ледовом дворце с 14.00 до 17.00 и непосредственно уже в Центре земельных видов спорта в 11.30. Ну, вы были ведущим у нас, поэтому вы знаете, что там все проходит достаточно красочно и празднично. Поэтому приглашаю всех жителей, там будут конкурсы, викторины. То есть помимо тех, помимо бега, то есть можно будет еще заняться просто тем людям, которые не любят бегать. Будет концертная программа. Марин, вот сейчас информация для тех, кто не любит бегать. Да, концертная программа. Чай и гречневая каша традиционно. Туда можно заходить даже не участникам, кто не бежит. А тем, кто бежит, перед регистрацией с правой стороны, как обычно у северной трибуны, надо будет заполнить талон и бросить в барабаны после окончания соревнований от наших спонсоров и от непосредственно правительства Югры Мегаспорт. Будут разыграны призы. Главный приз – это кофемашина. Традиционно было всегда планшет, но в этом году решили изменить. Поэтому вот как бы приглашаем всех поучаствовать. Анатолий Михайлович, давайте еще раз подытожим. Поэтому с удовольствием придем. Да, с удовольствием придем, конечно. Кофемашина и чай. Марина, мы уже, по крайней мере, да. Мы первые гости на праздник. Да, с тобой уже там. Давайте еще раз подытожим и пригласим всех югорчан на два этих мероприятия. Приглашаем на Кубок Сибири среди молодежных команд в Центр развития тейстного спорта, который игр начинает с 5-го числа по 9-го сентября. И 16-го сентября в Центре зимних видов спорта пройдет Крус-Нацид, традиционный, большое мероприятие, всероссийское. Поэтому приглашаем принять участие всех. И чтобы с каждым годом все участников было больше и больше. Поэтому хотелось бы каждый год добиваться новых результатов по количеству участников, выходить на новые рубежи. Ну что ж, я думаю, эти новые рубежи будут нам по, как говорится, по... Плечу? Да, по плечу. И мы их достигнем. Вам спасибо огромное. О, спорт, ты... Мир. Ты мир. И все-таки под... Валерка, я специально тянул, я видел. Год беатона, поэтому я вам, как ведущий, подарю по магниту. Спасибо. С одеждой возвращения беатона в Евру. Спасибо. Как всегда, не с пустыми руками. Спасибо вам огромное. Ну что ж, друзья, с гостем прощаемся. С вами же увидимся через мгновение. Встретимся на спортивных площадках. Спасибо.